Дорогие друзья, еще раз приветствую вас или зрители, пусть вас Бог благословит. Если у вас есть какая-то трудность, болезнь, для Бога это ничто, воззовите к нему. Писание говорит, что воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. Когда Еремия находился в яме, он слышал эти слова, пророк Еремия. Он не сидел во дворце, он был в очень трудных ситуациях. И именно в этой ситуации Бог вместо того, чтобы вытащить Еремию из ямы, он говорит, воззови ко мне, я могу действовать только на основании твоей молитвы, что ты во мне нуждаешься, ты должен позвать меня. Знаете, если беда у человека, например, плохо стала, человек вызывает скорую помощь, но скорая помощь просто так не приезжает никому в гости. Она не может просто приехать с мигалками, знаете, все машины расступаются, скорая помощь едет, такая забегает тебе в квартиру и говорит, у тебя все в порядке? Ну, мы просто решили проверить, мало ли что с тобой. Нет, такого не бывает, поэтому люди удивляются. Почему Бог не помогает? Потому что ты не вызываешь к Нему и ты не зовешь к Нему. Но Бог говорит, порядок, последовательность, воззови и я тогда отвечу. Тебе нужно воззвать. И тогда Бог придет в твою жизнь и поможет тебе. И какая бы проблема ни была, Библия говорит, что горы таят от лица Божьего. Горы таят. А что такое твоя проблема? Да, она для тебя только большая, она не для Бога большая. Бог ее решит для славы своей в твоей жизни. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Потерянные души». Души, то есть люди, это самое ценное, что только есть у Бога. Нету у Него ничего ценнее. Ангелов Он может еще сотворить. Что ему надо еще? Он все сотворит. Мир и новый сотворит. Он же творец. Мы же многого чего не знаем, что делает Бог. Но самое драгоценное, самое драгоценное, что есть в его сердце, что его сердце трогает. И оно никогда не будет спокойным, равнодушным к человеку. Это сама душа человеческая. Бог так сильно-сильно ценит людей. Очень сильно. Я вам хочу сказать, что правду, самую настоящую правду, что нет и не было ни одного человека, которого бы Бог ненавидел, или не принимал бы, или как бы отвергал бы. Нету таких людей. Бог любит человека. Конечно, мы в Библии видим, что люди гибли, но только из-за того, что они выбирали грех. Грех – это как в вашем доме пыль, грязь, мусор. Вы ее убираете. Вы подметаете. Вы же пылесосите. Если вам сказать, зачем ты микробы убираешь? Они же тоже живые существа. Нет. Вы там стараетесь все вымыть, все-все приготовить, потому что вы любите чистоту. А почему вы любите чистоту? Потому что в вас те качества, которые в Боге. Он любит чистоту, любит святость. И вот я еще хочу сказать каждому, что когда мы в жизни, человек создан так, что он хочет получать удовольствие. Человеческая жизнь не имеет вообще никакого смысла, если человек живет без удовольствий. Вот именно поэтому мы слушаем, мы говорим, мы встречаемся с друзьями, мы кушаем, мы отдыхаем, мы любим, нас любят. Понимаете? Мы хотим удовольствия. И часто удовольствия, которые предлагают нам, они делятся на две категории. Есть святые удовольствия, те, которые нам во благо. Они принесут нам такую радость и такое счастье. И есть те удовольствия, которые опустошают нас. Ведь правда? Есть допинги, которые пользуются сегодня мир. Наркотики, алкоголь, разные еще, разные-разные. Они опустошают людей. Они какое-то время дают радость, они смеются, хохочут. Мы вчера с другом рассуждали и говорили, что мы что-то в последнее время мало смеемся. Мы говорили, что мы с дьяволом ржали просто раньше. Человек напьется или накурится чего-то. И он хохочет, он умирает со смеху. Ему весят. Вы посмотрите, как пьяные. Им все весело. Потом им, конечно, не весело. Потому что они делали не святые удовольствия. Не чистые удовольствия. Поэтому они расплачиваются. В кредит им дьявол выдал и потом уничтожил их. Я говорю, что рассуждали. Я говорю, слушай, а почему мы с Богом не смеемся? С чего мы взяли, что с Богом вообще скучно? Когда блудный сын пришел к отцу, написано, что они в конце, когда отец его принял, они стали веселиться, есть, кушать. Представляете, кушать. Это вообще такое элементарное. И Бог, Он приходит на таком и думает, Бог, Бог, это только надо падать перед Ним и в грехах молиться, и каяться, и, Боже, прости, помилуй. Нет, Бог с тобой покушать хочет. Ты просто никак, ты занят. Вопрос. Почему со мной Бог не кушает? Ты занят. Либо ты не в курсе, что Он этого хочет. Смотрите, Иисус, Библия говорит, откровение. Иисус стоит у двери и стучится. Кто услышит голос и отворит дверь, кто услышит стук и отворит дверь, видите, к тому войду и вечерять буду с ним. А вечерять, это в еврейском означает ужинать. Это означает, что вся семья днем работала, была занята, они все учились где-то. И после всего суетного дня, там учеба, работы, вся семья собиралась вместе, садились и кушали. И не так быстро поели и побежали в телефон там, или в планшет, или кто куда. А садились и общались. Общались, узнавали, как дела. Представляете, Бог, Он хочет с тобой покушать, чтобы ты получил удовольствие, спросить, как у тебя дела, пообщаться с тобой, рассказать тебе. Он хочет, чтобы ты у Него что-то спрашивал, потому что Он знает немного, Он знает все. И Он хочет, чтобы ты спросил у Него что-то. И Он хочет с тобой посмеяться. Я хочу, чтобы наша религиозная скорлупа треснула сегодня. Бог, я отвечаю за свои слова, хочет, чтобы ты посмеялся с Ним, порадовался с Ним. С дьяволом ты смеялся, с дьяволом ты наслаждался, с дьяволом ты веселился. Ты включаешь какую-то комедию вообще пошлую. И ты ржешь, ты с дьяволом ржешь, смеешься. Наполнись Святым Духом. Библия говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом. Вам будет хорошо, вам будет весело. Когда люди, первые люди, исполнили Святым Духом, они были как пьяные. Нет, они не были как пьяные. Они были пьяные. То, что как люди видят, так и говорят. Если я вижу женщину, я никогда не скажу, это мужчина. Я вижу, что это женщина. Я буду говорить, это женщина. Если я смотрю на мужчину, я говорю, это мужчина. И если люди говорили, они напили сладкого вина, то есть им вставило, и они все валялись там. И только Петр потом очнулся, встал и понял, что надо проповедовать людям. Потому что люди пришли, и все смотрят, что такое, что здесь такое. Что это за дом, вокруг которого шум какой-то. И все побежали туда смотреть. И тогда Петр понял, Дух Святого ему сказал, что потом еще продолжишь порадоваться. Сейчас проповедуй. Друзья, мы забыли, что с Богом надо смеяться и радоваться. Что с Ним хорошо, а не плохо. А мы все думаем. А знаете, потому что нам рисует дьявол такие печальные картины о Боге. Нам Бога вообще подсунули и заменили. Нам не того Бога всовывают в наш разум. И мы верим в того Бога, послушайте, которого мы себе представляем. Вот если ты представил Бога печальным и грустным, знаете, как его бывает рисуют. Он вот такой вот просто. Он никогда не меняется. Ты вот так и будешь его представлять. Ты будешь его, ты не будешь его лишний раз тревожить и так далее. А Бог, Библия вообще, Писание, говорит, надо вообще Писание читать. Библию надо читать, дорогие верующие. Там столько всего сокрыто, что Бог хочет с нами покушать шашлыка. И скажете, как странно, какого шашлыка? Стейк. Отец сказал, приведите откормленного теленка. Не теленка и не козленка, а откормленного теленка. Еще он вымирает. Он говорит, лучшее мясо для моего сына. Такой вопрос, а кто твой сын? А он бывший блудник и грешник и вообще пропадший. И почему такой праздник? А потому что я его люблю. И он пришел ко мне. Все, теперь он больше туда не захочет идти. Он понял, что он нуждается во мне. И вообще-то он пришел к отцу не ради отца, а ради себя. И мы же приходим к Богу тоже не ради отца, не чтобы ему сделать приятно, а чтобы и самим не погибнуть. Написано, что этот сын умирал от голода, поэтому пришел к отцу. Но отец ему показал намного больше. Сын, я могу тебе дать все. Я тебе могу дать больше. И ты искал вот радость в той дальней стране. Ты все наследство свое там протратил. Но ты не понимаешь, что радость она у меня. И я вот сегодня хочу вам сказать от лица Божьего, что радость она в Боге. Вы будете искать радость, и у вас будет неудовлетворение от той радости, которая вне Бога. А настоящая радость, настоящий смех – это Бог сотворил. Это не кто-то другой сотворил. Итак, мы возвращаемся к потерянным душам. Душа – это самое ценное, что только есть у Бога. Ничего нету больше ценнее. Такие события, как Рождество и Пасха, они появились только из-за нас. Мы думаем, вот Пасха, еврейский народ. Пасха – это только чтобы спасти тебя, пролить кровь, которая смоет грех, потому что грех ничто не может смыть. Знаете, есть такие масла. Например, вот ты представь, ты измазался в каком-то масле, в таком машинном, в мазуте. И вот ты пытаешься застирать, а никак не отстирать. Но есть средство. Есть средство, специальное средство, которое может вывести эти пятна. Так же в жизни человека. Ты пытаешься очиститься от грехов, просто не грешить. И тебя хватит на несколько секунд. И ты потом начинаешь опять грешить, потому что ты не можешь по-другому жить без крови Иисуса. Тебе нужно средство, которое смоет грех с твоей жизни, с твоей души, с твоего разума. Итак, потерянные души – это те, кто не уверовал и не принял Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя. Те, кто живут без Бога. Это великие грешники. Это мы также были там. Мы тоже были великими грешниками. Но однажды нас нашли. Однажды нас спасли. Итак, потерянные души навсегда – это те, кто покинул физическую жизнь в теле. Но до тех пор, пока душа живет в теле, душа хоть и потеряна, но она может быть найдена. Она может ожить. В этом и есть радостная новость. В этом и есть послание Евангелия. То, что мы все были потерянными. Вы знаете, когда я смотрю на верующих людей, у меня такое ощущение, что многие даже не понимают, что они счастливы. Что у них есть то, что нет у других. Это такая милость, это такое счастье – уверовать в Бога. Вот я это оцениваю. Я смотрю на это, и я каждый раз ценю, что меня Бог вообще нашел и спас. Я ведь мог не уверовать. Я мог тоже отказаться от этого, сказать, ну, слушай, не сейчас. Я молодой. Я сейчас еще не хочу в Богу. Это такая милость, что ты сегодня веришь в Бога. И я говорю, что это не просто милость. Это привилегия, то, что мы верим в Бога. То, что мы найдены, мы нас нашли. Луки 19, 10 говорится, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Сын Человеческий, да? Он и есть также Сын Божий. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Что Он пришел сделать? Отыскать. Отыскать. Знаете, как люди, которые ищут полезные ископаемые, они ищут, они изучают, где они находятся. И они находятся глубоко внутри земли. Это их не останавливает. Они продолжают искать сокровища. Они продолжают их цель, смысл их жизни, смысл их работы, искать сокровища. Искать эти полезные ископаемые. И когда они находят, это настолько большая драгоценность, алмазы находят, золото находят, нефть находят, там, все, что является, оно так глубоко внутри спрятано. И такое ощущение, что никогда не достать его оттуда. Нет, достают оттуда. И мы так и были. И Бог, Он как вот этот искатель, Сын Человеческий, Сын Божий, Иисус Христос, Он нас нашел. Ведь Он нашел нас. Значит, это возможно. Возможно находить потерянные души. Они потерянные еще не до конца. Еще пока есть, вот если вы слушаете, и вы являетесь потерянной душой, вы живете без Иисуса, вы потерянная душа, но вам нужно позволить Богу найти вас, коснуться вашей сердцем. Все, что я рекомендую людям, не закрывайте свое сердце для Бога. Потому что человек, он настолько сильный, что он может и дьяволу противостоять, и также Богу может противостоять. Вот Бог будет стучаться в его сердце, он будет закрывать свое сердце. Просто будет закрывать свое сердце. И свой разум. Просто. И непонятно, почему ты закрываешь. Тебе несут добро, тебе несут вечную жизнь, тебя хотят найти, тебя хотят спасти. Для чего? Для вечности. А ты берешь, закрываешь сердце. Где здесь рассудок вообще? Где здесь разум? У тебя же короткая жизнь на земле. Твоя жизнь – это минус. Это черточка на надгробной плите. Ты этого уже не увидишь. Но мы можем увидеть у тех, кто жили до нас. Когда приходишь на кладбище, видишь, все, что осталось от человека, это цифры. Четыре цифры. Рождение, четыре цифры. Когда он умер, между ними такая маленькая черточка. Вот это жизнь человека. За эту жизнь человека человек должен успеть покаяться. Ты можешь не отучиться, ты можешь не жениться, ты можешь ничего не сделать. Если у тебя вдруг что-то не получилось, это важно, но это не так важно, как твоя душа. А то, что ты не можешь не сделать, это покаяться. Тебе нужно покаяться. Тебе нужно обратиться к Господу. Тебе нужно позволить Иисусу тебя спасти. Потому что ты не знаешь, что тебя ждет там, дальше, за порогом вечности. Это ужасно. У меня это в голове не укладывается. То, что ждет людей, которые сознательно отказались от Бога. Жалко тех, которые никогда не слышали, их жалко. Но как можно к тем людям относиться, которые слышали в свои уши все и просто отказались? Просто отказались? Отложили это. Знаете, как у нас есть дела? Есть такие дела, которые мы откладываем. Мы знаем, что их надо сделать, но потом, потом, потом. Потом суп с котом. Нельзя откладывать в вечность. Потерянные души потеряны. И они ждут, чтобы их нашли и спасли. Дорогие братья и сестры. Они ждут. И они вокруг нас. Они могут с нами разговаривать. Они могут с нами кушать. Они могут смеяться с нами. Но их душа и дух ждет спасения вечного. И многие люди живут беспечно. Не задумываясь, что жизнь это миг. Распышка. И нет у тебя больше на земле. И ты встаешь в вечности. У тебя нету шанса больше. Вот сейчас время благоприятное настолько, но просто благоприятнейшее, можно так сказать. Ты слышишь. Ты можешь все изменить. Все. Можешь курс свой изменить. Можешь позволить себя спасти. Потому что, знаете, Иисус, Он спас весь мир. Он спас, Он умер за всех людей. Но каждый должен лично, родившись на земле, это спасение, адаптировать свою жизнь, принять его. Меня Бог спас так же, как и других людей. И других Он спас так же, как и меня. Всех одинаково. И индейцев, и индусов, и американцев, и эстонцев, русских, шведов, японцев. Кого мы национально столько назовем? Он всех спас. Он всех спас уже две тысячи лет назад. И теперь каждый должен, родившись в свое время, в своем поколении, услышать об Иисусе Христе и позволить спасти Его. Должен принять это. Он должен прийти к Богу, как великий грешник. Вы знаете, как некоторые к Богу приходят? Они не считаются грешниками. Поэтому они не могут покаяться. А если они не могут покаяться, они не могут родиться свыше. А если они не могут родиться свыше, они не могут увидеть Царство Божие. Кто не родится свыше, тот не может увидеть Царство Божие. Дух Святой, Он облегчает нас во грехе. Как будто включается мощный свет. И сразу видно мусор, паутина. Вот так же, когда Дух Святой приходит на шею, мы сразу себя чувствуем. Все грехи, они как будто, знаете, всплывают. Мы чувствуем себя грязными, недостойными. И мы просим, Бог, прости меня, войди в мое сердце. И вот тогда Он входит, когда ты Его позвал. Ты Его сознательно позвал в свое сердце. Дьявол выметается, вылетает, как молния. Он как с неба упал, как молния на землю, так и из сердца твоего, из твоей жизни выметается тоже, как молния. Это потому что мощное правительство приходит теперь в твое сердце. Правительство Иисуса Христа. Он Царь. Хочу отметить. Они ждут, чтобы их нашли. Люди, которые живут без Иисуса Христа. Это люди, у которых нет будущего. У них есть только настоящее здесь на земле. Я хочу обратиться к тем людям, которые за гуманность, знаете, которые за права человека, за свободу совести, которые считают себя свободными. Не надо на мою территорию заходить. Не надо мне ничего навязывать. Я вам скажу. Бог вам дал. Это только на земле. Свободу выбора. Такое вот понятие. Свободу выбора. Вы имеете только на земле. Когда вы умрете, от вас это отберется. Вы больше перестанете быть простыми людьми, которых нет еще права будут заявлять. Вас будут истязать бесы, демоны. Будете ужасно мучиться от своих же грехов, от преступлений, которые вы совершили. И не будет у вас никаких больше прав. Сегодня люди начинают заявлять права свои. Или ты ему говоришь о Христе, он говорит, не, не надо это. Не надо мне навязывать ничего. Не надо мне Иисуса в годку запихивать. Когда надо, я сам спрошу. Хорошо, мы тебя оставляем в покое. И многие люди думают, что у них есть свобода. У тебя нет свободы. Ведь она у тебя есть только на коротенькое время на земле, чтобы ты сознательно мог либо выбрать Иисуса, либо отказаться от Него. И люди, и они делятся на две категории. Категория людей принимают Иисуса Христа, склоняются. И категория людей, которые отвергают Иисуса Христа. И вот этого я никак не могу понять. За что Иисуса можно отвергнуть? За что Его можно отвергнуть, если Он тебе плохого ничего не сделал, а еще даже и на кресте умер за тебя? Как можно от этого отказаться, если Он спас твое будущее? Как можно от Него отказаться? Как можно жить без Него? Что же тебя ждет тогда? Тебя ничего лучшее не ждет. Ты не найдешь счастья. Его нету. Это птица, которая улетает постоянно. Ты такой раз прыгнул, за ней она вспорхнула и улетела. Это вся твоя жизнь будет выглядеть, как театральная постановка. Ты такой, хаба, бросился на птицу счастья, а она такая полетела и еще такая посмотрела на тебя. Ты будешь думать, вот оно, мое счастье, в этом человеке оказалась ложь. Ты будешь думать, вот мое счастье, в этом. Оказался обман, пустота. О, я думал, счастье это в этом. Разочарование, разочарование, разочарование. Может быть, у тебя будут какие-то моменты очарования, но всегда закончатся разочарования без Иисуса Христа. Одни души будут найдены и будут спасены, а другие нет. Они погибнут. И только Бог знает, кто есть кто. Кто отвергнет, кто спасется, кто примет. Мы найденные души. Нас нашли и спасли. Нет в этом никакой нашей заслуги. Мы не можем ни над кем перевознести, потому что нас также нашли в земле, в грязи, в грехах. Добрый спаситель наш нашел. Он нас оттуда извлек, из грязи. Знаете, как полезные ископаемые вытаскиваются из грязи, отмываются. Потом они имеют только ценность. Давайте действительно вспомним все, что мы обещали Богу. Что мы обещали Ему добрую совесть. Что мы Ему говорили, Господь, я все Тебе отдам. Если вы говорили, Господь, я посвящаю Тебе всю свою жизнь. Вот Я, возьми меня. Вот Я, глина в Твоих руках. Если вот вы такие слова говорили, то теперь ваша ответственность просто вспомнить это. Просто вспомнить это и начать это делать. Ваша ответственность это то, что вы дали Слово. И это нормально. Когда мы любим Бога, когда Он нам открывается, то знаете, в этот момент даже бывает неосознанно. Мы говорим, Бог, я для Тебя все сделаю. Все, возьми меня вообще, всего возьми и спаси весь мир. И потом приходят будни, мы как бы, знаете, как бы помним, что мы что-то говорили. Ну, как-то так уже, знаете, заботы века сего, заработки и так далее. Нас как-то немножко это сбивают, затуманивают. Мы забываем. Но сегодня день тот, когда мы должны вспомнить. Мы должны это вспомнить, что мы обещали Господу. И вы знаете, ведь Господь нам столько радости дарит. И вы знаете, что вы можете подарить Господу столько радости. Библия говорит, что когда приходит, кается один грешник, то все небо радуется. Вы хотите сделать Богу радость? Вы никогда Ему не сможете чем-то другим порадовать, как вы принесете Ему души, приведете Ему души. Или вы будете говорить, Бог, становлюсь в проломе, я становлюсь между Тобою и между этим человеком, и я молюсь за Него, я держусь за Тебя и хватаю Его, чтобы Ты меня тянул, а я Его буду вытаскивать Его из этой грязи, из мира греховного. Часто нормальные люди, абсолютно здоровые, адекватные люди, не понимают, что они слышат. Ты ему говоришь, Евангелие, они смотрят на часы. Ты ему говоришь, Евангелие, ты говоришь, душа, душа. Он говорит, слушай, мне там что-то раз, у него другая какая-то тема понеслась там. Потому что дьявол работает, и нам нужно молиться поэтому, чтобы Бог, он просто давал охрану, давал защиту, огонь посылал. Потому что дьявол боится очень сильно огня, огня Святого Духа. Поэтому нам нужно быть такими верующими, которые ходят в огне Святого Духа. И хочет человек или не хочет, он хочет, он не знает этого, он обязательно это поверит и примет. А если откажется, что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. Мы все передали ему, информацию передали, он ее отверг. Он как письмо, знаете, которое не открыл, выкинул, а там было его спасение. Если ты тот человек, найди это письмо, вспомни, тебе когда-то говорили, начинай обращаться к Богу. И знаете что? Не обязательно ждать плохих времен, чтобы взывать к Богу. Просто сейчас начинайте взывать к Богу. Взывайте, пока у вас все хорошо. Начинайте просто взывать к Нему, говорить, Бог, помилуй меня, прости меня. А если вы верующий, значит на вас также лежит ответственность. Молиться хотя бы за этот мир. Библия нас призывает к этому. Молиться за всех человеков, за царей, за правительство. Зачем за них молиться? Потому что они еще не с Иисусом. Давайте сейчас вместе помолимся за людей. Помолимся за эти души, за записанных людей вот этих. Если у вас нет, то тоже начните такую тетрадочку, запишите ее. Туда имена, фамилии, с кем вы учились, работали. Все, кого вам на ум приходят, записывайте. И мы просто их будем благословлять. Субтитры создавал DimaTorzok